15 сентября в день памяти преподобных Антонии Феодосия Печерских по благословению митрополита Екатеринбургского Верхотургского Кирилла и при поддержке фонда Святой Екатерины начался традиционный Симеоновский крестный ход, посвященный празднованию памяти святого праведного Симеона Верхотургского в Сия Сибири Чудотворца. Начальной точкой стал город Алапаевск, куда отправилась и наша съемочная группа. Перед началом любого благого дела православный христианин молится Богу и спрашивая о его помощи. Такие участники крестного хода помолили за литургию в храме Великой Мученицы Екатерины города Алапаевска. Богослужение возглавил и епископ аргентинский и южноамериканский Леонид до весны 2020 года бывший главой Алапаевской епархии. Большой Симеоновский крестный ход проходит практически по всем епархиям Екатеринбургской митрополии и завершается в селе Меркушино в Верхотурье торжествами в честь святого праведного Симеона Верхотургского. И это тоже является знаковым событием, любовью и почитанием нашего уральского святого, когда люди самоотверженно много десятков километров идут в молитве, идут забывая свои немощи, идут с любовью к своей родине и к своему уральскому святому. Идея возрождения Симеоновского крестного хода возникла в 2004 году, когда праздновался 300-летний юбилей перенесения мощей небесного покровителя Урала праведного Симеона и 400-летие Верхотургского Николаевского монастыря. К этой дате была приурочена выставка, куда съехались люди не только из России, но и из других стран. Приехал к нам один паломник из Голландии, который на этой выставке увидел документы, связанные с крестными ходами по Симеоновой тропе. И он нам эти материалы показал, и он решил, что это должно быть возрождено в России. Таким образом, благодаря этому человеку представители Уральского православного патриотического общества во имя Николая Чудотворца стали собирать информацию о Симеоновском крестном ходе. И в 2009 году провели его в первый раз. А в этом году он уже в 11-й раз собирает паломников со всей России. В прошлом году в крестный ход пришли люди от Алтая до Калининграда, от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. В этом году тоже есть люди из Татарстана, из Москвы, Петербурга, из Тюмени, из Краснодара, ну и, конечно, со всей нашей метрополии, со всей области. Кто-то участвует в Симеоновском крестном ходе не в первый раз и уже на личном опыте знает, какую пользу он приносит. В крестном ходе люди получают живой опыт жизни именно христианской общины. Когда они вместе молятся, вместе они трапезничают, вместе что-то делают, помогают друг другу, несут тяжести друг друга, терпят какие-то, может быть, недостатки друг друга. И вот таким живым опытом, бывает, крестный ход идет неделя, бывает две недели, бывает дольше. И вот люди научаются вот этому общинному умышлению и уже стараются это воплотить уже на своем приходе. А вот паломница из Татарстана Татьяна приехала впервые и, можно сказать, в разведку. То есть в этом году она сама пройдет этот путь, чтобы потом уже в следующий раз приехать с большой командой крестоходцев. Расскажу, какие здесь условия, какая тропа, какие трудности. Вот такая у меня цель попасть к Симеону Верхотурскому, помолиться у его мощей, приложиться, попросить Божьей помощи. Надо сказать, что трудности не только не пугают крестоходцев, но даже вдохновляют. Так паломник из Нижнего Тагила посвятил этому событию свое стихотворение. Отдав себя на волю Бога и все дела свои забыв, пройдем тропою Симеона там, где когда-то он ходил. Нас ждет святое Верхотурье, великолепие церквей, где мы молиться Богу будем у Симеоновых мощей. Молитвой в старинном Екатерининском храме было положено начало крестному ходу, после чего его участники прошли по Алопаевску до Свято-Троицкого собора, а оттуда после трапезы отправились в путь. Первой остановкой на этом пути стал женский монастырь преподобно мученице Елизаветы Федоровны. Здесь крестоходцы помолились Святой Матушке, и путем, которым ее и других алопаевских мучеников везли на мученическую смерть, направились в мужской монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской. В обители они посетили место гибели алопаевских мучеников и остановились на ночлег. Участникам крестного хода предстоит пройти 180 километров по Старой Верхотурской дороге, соединяющей три епархии от Алопаевска до Верхотурья. В духовную столицу Урала крестоходцы придут к празднику перенесения мощей Святого Праведного Симеона Верхотурского. Присоединиться к крестному ходу можно в любой точке пути. Подробное расписание крестного хода размещено на сайтах Симеонова Тропа РФ и св.никалай.ру. На этих интернет-порталах вы найдете памятку для участников, описание маршрута, историю возрождения пешего паломничества и ссылки на фильмы о предыдущих Симеоновских крестных ходах. Симеонова Тропа РФ